Всероссийский форум местных отделений партии «Единая Россия» прошел в Москве. Он проводился впервые по инициативе Дмитрия Медведева. Формат форума многие назвали уникальным, ведь впервые в своей истории «Единая Россия» собралась секретарей местных отделений партий со всех регионов страны. В рамках форума прошли дискуссии на десяти площадках. Алина Ваучейская продолжит тему. Основной темой обсуждения для партийцев стало грядущее в 2016 году предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от партии. Предстоящий праймерис для России проект уникальный. Участие в нем смогут принять не только члены партии, сторонники и беспартийные, но также оппоненты «Единой России», при условии, что они официально не будут поддерживать отношения с другими партиями. Кроме того, председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев потребовал, чтобы все члены «Единой России» перед выборами участвовали в дебатах. Это повысит конкурентоспособность, мастерство и уровень агитационной работы кандидатов, которые в дальнейшем будут участвовать в выборах 2016 года. Вопрос о дебатировании в преддверии и внутрипартийного голосования, а также дебатировании на предвыборной кампании, он становится актуальным. Люди, которые не умеют общаться, не умеют довести до избирателя свою программу, свои намерения, естественно, не могут услышать людей и отстаивать свою точку зрения, действительно не должны являться кандидатами от партии. Кроме того, обсудили нововведения в антикоррупционном законодательстве, распространившие запретные иностранные счета и активы на представителей региональной и местной власти и установившие ответственность за непредоставление деклараций о доходах и расходах для депутатов всех уровней. Этот вопрос, кстати, актуально назвали и единороссы из Ненецкого округа. В нашем округе 19 муниципальных образований, сельских поселений, одно городское поселение. И на самом деле, введение практики декларирования доходов и расходов депутатами, которые являются простыми людьми и делают очень важную работу, и насколько это встретит у них понимание, это очень важно. Для этого, конечно, надо очень большую работу провести, разъяснительную, и в том числе и по линии партии ДНРС мы будем ей заниматься. На пленарном заседании форума об изменениях в политической ситуации рассуждали федеральные эксперты. Завершился форум выступлением председателя партии, премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он также обратил внимание на важность обеспечения социально-экономической стабильности в стране в условиях существующих ограничений и давления на Россию извне. Кроме того, председатель Единой России призвал партийцев нацелиться на легитимную победу на предстоящих в 2016 году парламентских выборах. Секретарь местных отделений Единой России – это такой незаменимый пул универсальных специалистов. Вы ведь в силу просто служебных обязанностей разбираетесь и в государственном управлении, и в политике в целом, и в защите прав граждан. И ваши знания и опыт особенно будут востребованы в самое ближайшее время. В предстоящий год он особый. Выборы в Государственную Думу, избрание 38 законодательных собраний в регионах, также органов местного самоуправления разного уровня. В избирательном процессе смогут участвовать более 70 партийных структур, и, конечно, всех нас ждет жесткая конкуренция. В этих условиях от актива партии требуется максимально мобилизоваться. Но, понятно, это такой общий призыв – мобилизуйтесь. Что это означает? Это просто означает, что мы должны все нацелиться на уверенную победу. При этом помнить, что наша победа с вами должна быть легитимной.